друзья всех приветствую на канале решил вам сегодня показать еще одну свою коптилку как она работает сейчас закопью верю и так сама коптилка эти подкинули варили так можно сделать дышки сквозные чтобы они просовывали за вперед потому что здесь мало ли это дал пойдет трудно доставать это впрочем все проблема 200 литровая бочка здесь вот приварим вот такой стакан его откручиваем и туда забиваем стружку яма полный пузырь так стакан полный стакан на месте по стружка пушка самодельно делаю из осины все перевешиваем себя рыбку сверху на вот это уплотнительное колечко резинового шланга сделано положим фанеру и прижимаем грузом и все собственно потом этот стакан отдает туда весь дым собственно сейчас продолжим процесс так закрываем таким фанерным листочком сверху с вами вот такой тяжелый груз как надо придавливать все плотно здесь мы сейчас теперь раскачегариваем так ребята реально я вам по напрочь отказалась со мной работать поэтому пришлось развести костерчик такой баночки здесь поставил железный лист что-то она не давала жары в бочку и все поджигаем стружку внутри все запущен так тебя как бы во время процесса не желательно открывать и ну чтоб вам показать мало того что там сейчас много дыма здесь нет совсем никаких щелей получается она там как в вакууме еще хоть там дыма нет еще так ребята вообще во время процесса не рекомендуется конечно бы открывать и сейчас маленько приоткроем посмотрим как там сколько там дыма еще за счет плотности там создается наподобие вакууме что-то его еще пока не так уж ну ка все ждем такую процедуру мы зарядим два раза так ребята здесь огонька здесь все еще дымок такая уже стала золотистенькая упаков дым очень долго стоит сейчас до 2 часа она постояла еще 2 минут сейчас ее еще раз натоплю и оставлю на ночь пропитываться консерогенами настоящими повторяем процесс этими база 005 а 005 005 005 009 005 008 Продолжение следует... Так, засыпаем щепотку сахарного песка. Продолжение следует... Так, пошел повторный процесс. Сейчас нагреем. Тогда сдым. Конечно, нежелательно, чтобы бочка грелась. Потом он поставил вот этот исток. Вот так. Замечательно. Ну все, тут все ясненько. Процессом. Ну завтра утром уже посмотрим, хватит два раза или зарядить третий. Ну я думаю, что хватит два раза. Красота какая-то. Золото. Мягкая. Костерчик жрет стружку. Вот так вот, ребята, как-то оно должно быть. Оставляем, не трогаем. Итак, ребята, хочу вам показать, как можно сохранить рыбку. Будет лежать она долго в холодильнике. Пролежать слегка подсоленая или просто свежая. Или же копченая. Первый способ это, конечно, завязать ее. Вот такую красоту. И под пеной. Улетит она довольно-таки быстро. Ну вот так. Вот у нас есть горбушка холодного копчения. И чтобы ее сохранить как можно больше, запихаем ее. Запихаем ее в пакетик и в вакууматор. Выносим оттуда и в воздух. Вакууматор вот такой простенький. Китаяц. Купленный за 650 рублей. Сейчас покажу еще сами пакеты. Очень просто. В обиходе. Вот такие клочки. Записываем их туда. В пленку. Наш пакетик. Закрываем. Закатывающие пакетики. Пакетики разных размеров. Но лучше купить рукав. 5 метров 800 рублей. Катайте не хочу. Все что угодно. Держим на эту кнопочку. Большую. Чтоб он было лишь оттуда высадал воздуха. На эту нажимаем еще раз. Чтоб он ее по-хорошему заплавил. И. Вуаля. Вот такая у нас. Всевячая рыбинка. Магодинского почти происхождения. И в холодильнике в обычном она может лежать. Очень долго. Не знаю. Месяц-два. Очень долго. Итак, друзья. Утром следующего дня у нас. Смотрим, что получилось. Получилась вот такая красотища. Зельце, кровешку такая. А, тут все. Пахнет просто офигеть. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Смотрите другие видео. Ну, пошли пробовать вкусняшку. WITHIN. ПОДПИШИСМЕНТЫ